С нами на связи уже Александр Пенхосович Пудробинник, российский правозащитник, журналист, общественный деятель и бывший советский политзаключённый. И сейчас с ним мы будем обсуждать тему мобилизации в России детальнее. Александр Пенхосович, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы начать вот тему мобилизации в Российской Федерации, о её последствиях, конечно же, о вашем мнении. Какие последствия, прежде всего, будут для самой Российской Федерации? Ну, сама мобилизация вряд ли изменит ход войны и что-нибудь добавит для России. Потому что эта мобилизация, знаете, это вот такая мобилизация. На самом деле масса сообщений о том, что люди не подготовлены, не обуты, не одеты, нет никакого обмундирования, никакой военной подготовки. У нас в России потёмкинские деревни ведь в почёте, в традиции. И вот такая иллюзия деятельности, она практически во всех областях, в том числе и военной, в том числе и при мобилизации. Так что я не думаю, что что-то сильно изменится, кроме того, что власть ещё больше запаникует и поймёт, что это тоже не выход. Мобилизация – это тоже не способ победить Украину в войне. Естественно, те, кто начали выезжать заранее, это самые, наверное, мудрые люди, которые понимают, что законы в России не работают. И частичная мобилизация превращается в абсолютно полную мобилизацию, в настоящую мобилизацию, всеобщую. И тут хотелось бы понять, вначале речь шла о трёхстах тысячах тех, кого нужно мобилизовать. Теперь даже появляются цифры о том, что и миллион, и миллион двести будет. Но объективно ВПК России не справляется с таким количеством тех, кого мобилизировали. И, соответственно, для чего собирать даже миллион или миллион двести? Я понимаю, что даже миллион плохо обученных людей с винтовками, например, они тоже представляют определённую проблему для Украины. И, естественно, они несут угрозу. Но просто завалить телами границы Украины, как показывают технологии, в частности военные, этого недостаточно в современной войне. Ну, вы знаете, вы прежде всего не относитесь серьёзно к тем цифрам, которые они озвучивают, которые Кремль нам даёт. Они нам дают эти цифры просто для того, чтобы мы с вами обсуждали это, чтобы общество получало какую-то информацию, которую оно может обсуждать. Это всё полная ерунда. Сегодня это 300 тысяч, завтра это миллион, послезавтра это будет ещё несколько миллионов. Здесь нечего обсуждать. Это не предмет для разговора. Я имею в виду цифры. А что касается эффективности, ну, какая может быть эффективность от людей, которых силой призывают в армию, которые не хотят воевать, которые не хотят стрелять в других людей, которые не хотят получать пули себе. Я просто был в некотором удивлении даже от бестолковости наших властей, которые раздают мобилизационные предписания крымским татарам в Крыму. Они полагают, что крымские татары будут воевать на стороне России против Украины. Ну, это насколько надо быть лишённым всяких аналитических способностей и не понимать, на каком свете они живут, чтобы рассчитывать на успех такого дела. И так во всём. Не в том, чтобы присоединить к России какие-то земли. Не в том, чтобы получить какую-то выгоду для государства. Какая может быть выгода от войны? Идея состоит в том, чтобы повторить события Второй мировой войны в новых обстоятельствах. Путин видит себя героем прошлого. Вот не зря же вот это всё по педобесе, все эти немыслимые возвеличивания результата Второй мировой войны, так поднималась в последнее время у нас пропагандой. Сегодняшняя война для Путина означает как бы повторение прошлого. Повторение Второй мировой войны. И я вам хочу заметить, ведь мобилизация в России объявляется третий раз. Первый раз она была во время Первой мировой войны в 1914 году. Второй раз во Второй мировой войне в 1941 году. И вот сейчас. Я уж не буду предсказывать, будет Третья мировая война или нет. Но Путин себя видит героем именно такой эпохи. Очень короткое уточнение по поводу крымских татар. Вы сказали, знаете, как говорится, в документах написан алюминий. Поэтому если по документам Россия, значит нужно призывать и крымских татар в том числе. Так же написано, правильно? Но тут, смотрите, по-моему, там вообще дикий замес советского прошлого и российских монархов. Потому что если говорить о Херсоне, Херсонской области, там таврические потемкины всякие ходят костюмированные на голосование. Поэтому тут вообще сложно сказать, что на самом деле до конца Путин хочет. По-моему, там просто дикая смесь. А давайте вспомним Екатерину Вторую. Давайте еще Сталина сюда припишем. И как все воевали против Гитлера. Оно отлично ложится на этот грунт российский. Но не выглядит ли это так, что мы не смогли убить всех украинцев. Давайте убьем как можно больше жителей Российской Федерации. Да вы знаете, ему ведь все равно, кого убивать. Для них это не очень важно. Они не испытывают, я думаю, зоологической ненависти именно к Украине. Для них потребность войны – это способ их существования. Они без войны никто. Они не умеют ничего делать. Они не умеют жить в мирной жизни. Им надо с кем-то бороться. Или с внешним врагом, или с внутренним. Сначала, лет 15, они боролись с внутренним врагом. И сейчас тоже продолжают. Но к внутреннему врагу им надо добавить внешнего. Понимаете? Для вот этой нашей сегодняшней диктатуры – это способ существования. Не будет Украины, будет что-нибудь другое. Остановится с Украиной по какой-либо причине. Если власть не поменяется, режим не поменяется, он будет направлен против других стран. Это неизбежно. Неизбежно. Диктатура живет репрессиями и агрессией. Это две ее главные составляющие. На самом деле, действительно, уже понятно, что Путин устраивает геноцид не только украинского народа, но, собственно, жителей Российской Федерации, потому что отправляет этой могилизацией на верную смерть. И вот мой коллега сказал, что люди, видимо, мудрые, которые решили сразу выезжать. Мне кажется, что действительно, окончательно вот этим воинам диванных телевизионных войск дошло, что этот ужастик из телевизора, как и в том, знаешь, известном фильме, просто вышел к ним в жизнь и готов их также поглощать. На самом деле, мобилизация позорна. Вы также уже отметили, что у Путина нет новаторских идей, он пытается что-то повторить. В итоге выходит карикатура. И вот в свете всех этих неудач, как вы считаете, как мир воспринимает, Запад, Европа, Соединенные Штаты Америки, как воспринимают эту идею о частичной мобилизации? Вы знаете, мне, ну, мне может быть трудно судить, потому что я живу в России, в Москве, но мне кажется, что весь мир воспринимает адекватно события и вообще события, связанные с войной, с Украиной, и в частности эту мобилизацию. Другой вопрос, что мне представляется, что Запад недостаточно, неадекватно реагирует, ну, не предпринимает необходимых усилий для того, чтобы противостоять вот этой экспансии, кремлевской экспансии. Мне кажется, что требуется больше усилий и требуется больше внимания к Украине и более тесное военное сотрудничество западных стран с Украиной. Потому что это ведь вопрос выживания не только Украины, это вопрос выживания и Запада, и вообще нашей цивилизации. Я имела в виду, как воспринимает эту мобилизацию Запад, в частности, воспринимается ли это как сигнал о слабости Владимира Путина, о том, что Владимир Путин уже начинает ощущать, возможно, постепенно свое поражение и неудачи на фронте, потому что, когда все хорошо и когда все идет по плану, такие решения не принимаются. И не даст, возможно ли это, как вы считаете, несколько действительно расслабиться с поддержкой Украины, потому что, ну, вот действительно же есть явные сигналы того, что Владимир Путин ощущает, что не справляются они. Нет, разумеется, это же очевидно, что это сигнал о том, что они не справляются, и сигналы о слабости. Но расслабляться сейчас самое не время, потому что надо же понимать психологию тирании. Они не остановятся на этом, они будут использовать все средства, которые у них имеются. И Путин это совершенно открыто говорит, что мы будем использовать все средства. И я думаю, что они не остановятся перед применением ядерного оружия. И я коротко хочу процитировать Минобороны Российской Федерации в Телеграм, что Минобороны в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло и не разрабатывало и не планирует. Значит, точно переловят всех. Можно сделать простой вывод. Наверное. Скорее всего. И кроме того, надо добавить, что власти Казахстана заявили о том, что они не будут выдавать перебежчиков только в том случае, если их не будет в разыскном листе Интерпола. Знаете, в России же действует закон о дискредитации армии российской. Мне кажется, что Владимир Путин самым, что ни на есть, ярким образом дискредитировал российскую армию, сейчас объявив частичную мобилизацию. И вот вы сказали по поводу вот этих вот всех ядерных угроз. Просто недавно где-то читала мнение о том, что, ну, если армия Российской Федерации и ее обеспечение в таком состоянии, то неизвестно, что у них там с ядеркой, в каком она там состоянии. Что вы скажете по поводу такого вот мнения? Не стоит обольщаться и быть настолько наивными? Вы знаете, я совершенно не специалист в военных вопросах. Но мне кажется, что обольщаться все-таки не стоит, потому что одно дело вкладывать в обучение резервистов, в армию, да, в регулярную армию. А другое дело сконцентрировать усилия на создании и применении какого-то мощного, сильного оружия. Это, в общем, мне кажется, разные вещи и советский опыт. В общем, страна-то была потрясающе бедная, но они, тем не менее, создали атомное оружие. И даже в Китае и в Северной Корее оно имеется. Так что разболтанность, расхлябанность и даже нищета народа не препятствие для того, чтобы это оружие создать, и уж тем более для того, чтобы его применить. Александр, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню зрителям, что с нами на связи был Александр Пенхосович Пудрабинюк, российский правозащитник, журналист, общественный деятель и также бывший советский политзаключенный.